Брещанка Наталья Кулыева на протяжении нескольких лет работает на швейном производстве. Швея со стажем сегодня стала волонтером. Времени для того, чтобы пошить маски в домашних условиях и тем самым помочь медицинским работникам, она в своем графике находит всегда. Ведь благодаря своему опыту и профессионализму все получается быстро. В день Наталья может пошить от 100 до 150 масок. А о волонтерской инициативе, где люди помогают врачам и медицинскому персоналу, узнала через социальные сети. В контакте в группе поисково-спасательский отряд «Ангел» я увидела репост. Где просят пошить маски. Я достаточно давно работаю швеей, опытная, желание возникло сразу помочь. График у меня позволяет. Я работаю два через два. То есть два дня я могу спокойно пошить маски. С Марли на такой машинке достаточно легко работать. Времени есть, покроить, пошить, помочь кому-то. Резинку нарезать. Все получается быстро. Пошив масок на дому – совместная инициатива сообщества «Много мам» и поисково-спасательного отряда «Ангел». Многодетная мама Оксана и Ирина шьют маски в домашних условиях. Рекалы и технологию пошива брали в интернете. Но перед тем, как разворачивать домашнее производство, посоветовались с медиками. И несмотря на то, что у каждой из них по пять детей, они выкраивают время на помощь другим людям. Я знаю, что многие люди находятся, например, те же врачи находятся на работе некоторые по 24 часа в сутки. И даже вот сходить в магазин, купить те же маски, просто чтобы было впрок. Потому что государство обеспечивает врачей масками, но иногда их, возможно, не хватает. Поэтому таким своей деятельностью, своим желанием, своим порывом мы хотели хоть как-то помочь тем людям, этим замечательным героям нашего дня, которые в данной ситуации на передовой. И это касается не только врачей, но и медсестер, и других работников учреждения. Девушки с особым вниманием относятся к правильной обработке тканей, понимая, что это является одной из ключевых деталей. При отправке масок в медицинские учреждения не всегда оставляют медикам специальную записку. Поступает к нам ткань, мы ее сразу утюжим, стираем и проглаживаем. Это однозначно. Потом мы, когда вот это прошили, мы тоже вкладываем бумажку в пакет с готовыми уже масками. Мы вкладываем бумажку, что требуется обработка. Маленькой помощи не бывает, считает многодетная мама, участник поисково-спасательного отряда «Ангел» и идейный вдохновитель волонтерской инициативы Ольга Завадская. В такой трудной ситуации никто не может остаться в стороне, а значит, необходимо объединяться. Это важно для всех участников, и для получателей помощи, и для тех, кто ее делает. Это, наверное, для нас, возможно, как способ получить ощущение того, что ты что-то контролируешь. Ну, не то, чтобы контролируешь, как будто ты можешь на что-то влиять. Это избавляет от ощущения беспомощности в ситуации. Для тех, кто это получает, кроме самих масок, это еще и поддержка. Они видят, что народ их не бросает, ну, вообще, что люди не бросают, что поддерживают. С каждым днем к инициативе присоединяется все больше людей, число волонтеров растет. Кто-то помогает приобрести резинки, кто-то может отвезти или привезти ткань, а кто-то жертвует средства на помощь отряду. Всего волонтеры в период пандемии доставили в учреждение здравоохранения города около двух тысяч масок, и не думают на этом останавливаться. Ирина Кузьмища, Дарит Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.